Французская полиция после пяти часов преследования арестовала подозреваемого в нападении на военнослужащих в пригороде Парижа Леволуаперия. Утром 9 августа злоумышленник врезался на автомобиле БМВ в группу солдат, которые выходили из казармы. Пострадали шесть человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. Машину остановили на трассе А16 между городами Булонь-Сюрмер и Кале. Свидетели задержания слышали перестрелку. «Я увидел впереди пробку и остановился. Из машины вышли полицейские, укрылись за ней и начали стрелять. Пули свистели повсюду, и я спрятался. Потом увидел, как из машины вышел человек и попытался перебраться через защитное заграждение. Послышались выстрелы, человек упал, а я снова спрятался». В ходе задержания подозреваемый получил пять огнестрельных ранений. Также был ранен полицейский, видимо, случайно. У арестованного оружия не было. Также сообщалось, что подозреваемого зовут Аму. Ему 37 лет. В среду после нападения полиция обыскала дом в городе Бизон. Французские СМИ пишут, что там проживал злоумышленник. Однако прокуратура Парижа не комментирует эти заявления. Власти Франции назвали инцидент в Левуа-Пере преднамеренной атакой. Такого же мнения придерживаются и свидетели нападения. «Я услышала глухой удар и выбежала на балкон. На земле лежали два солдата, а другие военные кричали. Один человек, видевший нападение, крикнул. Это автомобиль, он уезжает, уезжает, скорее за ним, догоняйте его». Очевидцы считают, что автомобиль был припаркован недалеко от казармы. Когда оттуда вышли солдаты, водитель стремительно направил машину на них. Во Франции более полутора лет действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Тогда жертвами нападений стали 130 человек. Более 300 получили ранения. Субтитры создавал DimaTorzok